Это программа «Открытый диалог». В этой студии мы обсуждаем самые актуальные темы и вопросы. Меня зовут Виталия Куликова. Здравствуйте. И сегодня у нас в студии гости депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, директор Кадетской школы Наталья Скисова. Наталья Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Геннадьевна, сегодня хотелось бы поговорить больше о вашей деятельности в качестве депутата, народного избранника. Вот скажите, пожалуйста, как было принято решение вами баллотироваться и стать депутатом? Ну, начну, наверное, с того, что, работая в Кадетской школе заместителем директора по кадетскому образованию, мне приходилось очень много общаться с населением. Это и ветераны, это и родители. И в определенный момент жители, ветераны обратились ко мне с просьбой представлять их интересы в Совете депутатов. То есть изначально, конечно, пошел такой посыл, да, пошел посыл от населения, да. И, ну, наверное, заслужила доверие, наверное, своей активной жизненной позицией показала, что могу представлять интересы народа. Вот. И попробовала, ну, вроде получается. Наталья Геннадьевна, а как давно попробовали? Сколько уже вы совмещаете свою деятельность в кадетской школе с депутатской? Ну, пятый год уже. Ну, то есть уже у вас стаж достаточно солидный. Да. В таком случае не могу не спросить. Вот ожидания и реальность совпали? И если не совпали, то в чем? Ну, наверное, не представляла, насколько это сложно. Потому что общение с людьми, оно, в принципе, всегда сложно строится. И когда ты приходишь к людям, ну, сама к ветеранам, ты приходишь с каким-то определенным посылом, да, когда приходят к тебе со своими проблемами, ты понимаешь, что люди приходят к тебе за помощью. И необходимо надеяться на эту помощь. Помогают, да. И необходимо людям эту помощь оказать. И вопросы бывают совершенно разные. Иногда в которых я действительно не могу помочь, да, вот, ну, в силу своей деятельности. И тогда приходится также обращаться к тем, кто может по тем или иным вопросам оказать эту помощь. То есть приходится, да, сотрудничать совершенно с разными людьми, с которыми, как бы, могла жизнь никогда не свести, в общем-то. Наталья Геннадьевна, ну, тогда, конечно же, вопрос о том, с какими бедами к вам приходят ваши избиратели. Ну, курирую я в основном вопросы социальные, вопросы образования, молодежи. С этими вопросами ко мне приходят. Ветераны, действительно, очень частые гости у меня в гостях, приходят иногда даже не с какой-то своей болью, с проблемой, а иногда поговорить. Потому что они понимают, что я в основном прием веду в стенах кадетской школы, а это, ну, все равно такой, знаете, живой мир, где дети, где учителя. И ветеранам, действительно, им очень часто не хватает общения. И они иногда просто приходят для того, чтобы показать, что вот они, мы есть, и мы готовы, и мы хотим, чтобы о нас помнили, чтобы нас приглашали на встречи. И вот действительно, правда, иногда приходят просто поговорить. А так приходят молодые мамочки с проблемой трудоустройства в школу или в сад. Приходят молодые специалисты для того, чтобы тоже помочь им трудоустроиться после окончания вуза. Ну, в основном такие вопросы. Ну, как известно, ветеранты, они самые активные граждане в нашем обществе. И это прекрасно, и нужно сказать им спасибо, потому что зачастую они поднимают очень актуальные вопросы, согласитесь. Если говорить о количестве вопросов, с которыми к вам обратились, ну, может быть, итоги года, либо полугодия мы с вами подведем сейчас. Ой, даже не знаю. Не считайте. Статистику такую не веду. Вы знаете, иногда ведь идешь просто по улице. Вот сегодня стояла, ждала, чтобы к вам приехать в машину. Подошла женщина, мамочка говорит сыну, познакомься, это твой будущий директор. И завязался вот у нас не диалог, она некоторую проблему свою озвучила. То есть это иногда бывает совершенно спонтанно. Наталья Геннадьевна, давайте расскажите, пожалуйста, о вашем округе территориальное, он где расположен, его номер, как вас найти? Округ номер один у нас. Это включает в себя, значит, начало Люберец со стороны Октябрьского проспекта, поселок Калинина, улица Кирова и весь гарнизон, городок А и Б. Тогда такой вопрос. Наиболее острые проблемы, которые, может быть, есть только в вашем округе, либо и в вашем округе тоже? Вы знаете, в чем сложность нашего округа? В том, что он находится на границе с Москвой. И люди, которые проживают в Люберцах, они видят, что через дорогу практически немножко все по-другому. Жизнь другая. Да, жизнь другая. И им кажется, что и у них тоже так должно быть. Хотя я хочу сказать вот с полной уверенностью, что многие вопросы, на мой взгляд, у нас выполняются лучше, чем в том же Жулебино. Например, зимой мы сталкивались с тем, что, перейдя улицу, которая граничит между Люберцами и Москвой, мы видели нечищенные дороги. А у нас в гарнизоне, благодаря моему коллеге Климану Александру Александровичу, который руководит управляющей компанией, Мамет Кискиноч, который руководит ЛГЖТ, тоже находится в нашем округе. И вопросы эти решались очень быстро, несмотря на большие снегопады. Поэтому люди, когда приходят со своими... А что же там тогда лучше, в Москве-то, раз вы говорите, люди к нам обращаются? Да, проезд бесплатный до недавнего времени, мы помним, да, и это была очень острая проблема. И действительно, мы все, и наши представители в областной думе, да, и Денис Ко, Дмитрий Валентинович, и Кахана Игорь Валерьевич, они тоже этот вопрос поднимали очень остро. И мы добились того, чтобы люди, которые проживают в ближайшем Подмосковье, пользовались такими же льготами, ветераны. В основном, конечно, это социальные вопросы, вопросы пенсии, вопросы каких-то социальных пакетов для молодых семей. Наталья Геннадьевна, ну, конечно же, хочется задать вопрос о решенных вопросах. И какие вопросы удалось решить вам, будучи депутатом Совета городского округа Люберца? Вот когда я только начинала свою депутатскую деятельность, наверное, еще даже не понимала всей прелести того, что мы на округе работали командой. На первое время это был Каханый Артем, это был Климанов Александр Александрович, это был Троицкий Леонид Александрович и я. То есть ваша коллегия по депутатскому цеху? По депутатскому корпусу, вот именно на первом округе. И благодаря тому, что это люди из разных... Как правильно сказать-то? Отраслей? Да, наверное, разных сверхдеятельностей, да. Получалось, что мы могли все вместе закрывать очень много вопросов. Делать одно общее дело. Да. Чувство локтя поддерживать другого. И если, например, в каких-то вопросах действительно я не могла оказать помощь, мы все вместе могли людям помочь. Бывает, что я звоню Александру Александровичу и Леониду Александровичу, сейчас Артем Игоревич Каханый, он сложил свои полномочия. Иногда они мне звонят, если я могу решить какие-то вопросы. То есть вот эта работа в команде, она имеет очень много плюсов. И поэтому вот так, чтобы мы ставим новые площадки детские в нашем округе, большое количество площадок, ремонтируются дворы. То есть мы входим в программы, опять же, благодаря активности жителей. Потому что сейчас большой плюс в том, что ни одно решение не принимается, не согласовав его с местными жителями. Потому что это делается для них, и очень важно, чтобы им потом было комфортно, и им нравилось, и им было приятно. И лавочки, и какое-то благоустройство дворов, и детские площадки. Буквально вот все лето и осень мы выходили на территорию, встречались с населением и обсуждали проекты тех детских площадок, которые уже разработаны. Люди вносили свои какие-то пожелания, изменения. И в результате мы получили то, что нравится всем. В первую очередь людям, которые будут пользоваться мамочкам с детишками, бабушкам, которые смогут посидеть на лавочке, отдохнуть. Наталья Геннадьевна, но депутат не строит, депутат не ставит, у депутата нет бюджета. Как все это происходит, расскажите? То есть как отвоевать, чтобы именно на вашем округе появилась детская площадка, и именно такая, какую хотят жители? То есть угодить и людям, которые за вас голосовали, и в то же время уложиться в бюджет, и где его взять-то, этот бюджет? Ну, сейчас благодаря программам и губернатора Московской области, и президентские есть программы. Главное войти в эти программы, а для этого действительно нужно проявить активность. И вот это взаимодействие с населением, оно очень важно. И советы домов у нас очень активны. Они большие молодцы. И пользуясь случаем я им хочу сказать огромное спасибо. Действительно, когда ты находишься, ты живешь, да, в этом доме, и ты понимаешь, вот что для тебя это важно. Потому что раньше с чем сталкивались? Это такая большая его проблема. Да, раньше с чем сталкивались? Например, приходит человек и просит установить лавочку. Устанавливаем лавочку, приходят другие жители этого же дома и говорят, нет, нужно эту лавочку убрать. Она мешает, там собирается молодежь, они шумят, они не дают спать. И вот это вот противоборство вроде бы жителей одного дома, но оно приводит к непониманию. Да, к непониманию. А сейчас любое решение, оно принимается только после того, как вот все собрались, все решили, все проголосовали. И принято решение, удобное для всех. У вас есть какой-то график вот этих вот собраний с вашими избирателями? Либо это происходит как-то по мере необходимости? Вот как жителям узнать, когда можно с вами встретиться и из первых уст услышать ответы на свои вопросы? Есть график приема у каждого депутата, в том числе и у меня. У меня это последняя среда каждого месяца. Я принимаю на территории кадетской школы. Но те, кто у нас там живут, на нашем округе, они знают, что в какое бы время они ни пришли, если я нахожусь на месте, я всегда готова поговорить. И очень бывает часто, бывали случаи полдевятого, постучат в дверь. Наталья Геннадьевна, вы на месте? На месте. Можно зайти? И я понимаю, что человек действительно после работы нашел время только вот так поздно. Мы садимся и разговариваем, бывает, и до девяти, и до десяти. Но человек уходит довольный хотя бы тем, что его приняли, выслушали. Ну а дальше, конечно, намечаем план работы. Спасибо, Наталья Геннадьевна. Ну а я напомню, в нашей студии гость депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, директор кадетской школы Наталья Скисова. Мы вернемся в эту студию сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Я напомню, это программа «Открытый диалог». И сегодня у нас в студии гость депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, директор кадетской школы Наталья Скисова. Наталья Геннадьевна, продолжаем наш с вами разговор. Вот мне интересно, как проходит ваш стандартный рабочий день, если вы говорите, что вас можно найти на рабочем месте и в половине девятого, и в десять часов вечера? Меня пугает такой график. Вы знаете, наверное, стандартового дня нет. Каждый день он особенный, ну, наверное, и в силу того, что это школа, там одинаковых дней не бывает. Ну, обычно в восемь утра прихожу на работу, если с утра не нужно ни в администрацию, ни в управление. А там уже по ходу происходят разные события, связанные и со школой, и с общественной деятельностью. Кадетская школа – достаточно большое учебное заведение, больше тысячи учеников у вас. То есть это на вас лежит серьезная ответственность. Я уже молчу про то, сколько вопросов, наверное, приходится ежедневно решать. Плюс еще депутатские вопросы, которые, наверное, тоже идут нескончаемым потоком. Как вам удается все успевать? Ну, раскройте секрет. 24 часа в сутки – это очень мало, как показывает жизнь. И, конечно, все успеть невозможно. Но в том числе и депутатская деятельность научила меня правильно планировать свой день. Это тоже очень важно. Потому что тогда не будет каких-то перехлестов в делах, да, то есть, что люди приходят, а я не готова их принять. То есть правильно распланировать свой день. Максимально организация – вот что. Организация. Действительно, иногда приходится очень быстро решать некоторые вопросы. Тем более сейчас, когда мы вошли в президентскую программу «Современная школа» и на территории нашей школы началось строительство пристройки на 200 мест. Вот. То есть я теперь еще и строитель. То есть вы теперь знаете все тонкости строительства? Пока еще не знаю, но я думаю, что через год я буду знать и эту сторону жизни. Расскажите поподробнее, что за программа, как вам в нее удалось попасть и какие плюсы после ее реализации вы получите? Начиналось наше вхождение в эту программу еще при Смирновой Марине Юрьевне, директоре. Прежнем руководителе, да? Да, прежнем руководителе. Она первая предприняла шаги для того, чтобы эта пристройка у нас появилась. Не умещаемся. При мощности 825 человек, но на сегодняшний день больше тысячи, нам очень трудно. И с одной стороны, я всегда говорю, что мне очень приятно, что наша школа востребована, что родители идут не только проживающие на территории гарнизона, но и со стороны в нашу школу. Это значит, мы нужны. Потому что она непростая, она кадетская. Да, это значит, мы нужны, значит, мы хорошая школа, значит, у нас хороший уровень образования. И действительно, кадетство, я считаю, что это уникальность наша, потому что кадетские школы в таком разрезе, в таком ракурсе, как у нас, она у нас единственная в области такая школа. У нас нет номера. Раньше была школа номер 45, с 2004 года это кадетская школа. То есть все понимают, о какой школе идет речь, да? Когда говорим у нас, да. Сегодня быть кадетом престижно? Вот сейчас это снова престижно. Был период немножечко, когда, ну, знаете, что во всей стране отношение к военным, оно было немножко неправильное, я считаю, потому что, ну, военные это люди, которые не просто защищают нашу страну, да, офицеры это всегда... Это наша гордость. Да, офицеры это всегда были люди, при которых хотелось всегда выпрямиться, да, на которых хотелось и положиться, и на которых была наша защита. И, конечно, и отношение к кадетству на тот период было немножечко неправильное. Сейчас и благодаря президенту, и благодаря губернатору кадетству уделяется очень много внимания, выделяются и средства дополнительные, и возобновились кадетские баллы. Это прелестное, да, это прелестное такое событие, к которому мы готовимся, потому что кремлевский бал, ну, это просто феерия. Это просто феерия, это бывает раз в год, в канун праздника Дня Героев 9 декабря, вот сейчас мы уже тоже очень плотно готовимся, уже пришло к нам приглашение, это он уже на уровне международном, то есть приезжают и иностранные там бывают делегации. Хореографы занимаются, да, с вашими кадетами? Да, это входит в программу кадетского дополнительного образования, бальной танцы, поэтому у нас дети с 4 класса по 8, это у них прямо в программе стоит. Я представила вот этот вот бал, мне аж мурашки побежали, вот настолько это красиво, наверное, настолько это прекрасно. Это красиво и это очень ответственно, потому что приезжая на бал, наши кадеты понимают, что они представляют округ городской, да, они представляют не просто нашу школу. До недавнего времени мы представляли и область, да, то есть сейчас собственно приезжают. Очень почетное ответственность, да. Наталья Геннадьевна, наверняка у вас учатся самые активные ребята, они к вам приходят как к депутату, может быть, тоже обращаются, почему нет? И с какими вопросами, конечно же, интересно? У нас есть молодежный парламент, ведь в округе, и ребята из нашей школы тоже входят в молодежный парламент. И вот уже второй год очень активно идет сотрудничество, приходят с разными вопросами, с предложениями приходят. Ну, приведите пример, что сегодня, за что печется молодежь, чего они хотят, что они добивают, чего добиваются? А нынешняя молодежь, она ведь очень умная и активная, очень умная, правда. И иногда они застают нас врасплох своими идеями. Во-первых, значит, вот сейчас мы как раз находимся в начале новых выборов в молодежный парламент. И мои ребята, два у меня человека, которые входят в молодежный парламент, уже в кабинет заходят. Наталья Геннадьевна, подскажите, потому что они ведь должны подготовить программу для того, чтобы победить сначала на уровне школы, а потом уже там будут свои выборы в молодежном парламенте, приходят за советом, приходят с идеями проведения каких-то мероприятий в рамках школы, приходят с приглашением от молодежного парламента, чтобы поучаствовать в каких-то проектах городского округа Люберцы. Ну, то есть вы вовлечены по полной программе. Вовлечена, да, вовлечена. Слушайте, ну это замечательно на самом деле, потому что это говорит о доверии, о высокой степени доверия к вам, прежде всего, как к депутату, как к руководителю школы. Мне это правда очень важно. Я горжусь тем, что, правда, горжусь тем, что приходят выпускники, и они заходят ко мне в кабинет. Даже иногда очень занята, но обязательно увидишь носик бывшего выпускника, выходишь и хотя бы пару минут перекидываешься словами, потому что это правда доверие. Это значит, что школа хорошим таким тёплым воспоминаниями наполнила сердце, да, потому что взрослый уже, казалось бы, человек, а он всё равно приходит с хорошим таким настроением. И ему приятно, значит, с вами увидеться. Он хочет. Ну, я надеюсь на это. Не даром же он приходит. Наталья Геннадьевна, скажите, пожалуйста, какие задачи в данный момент вы ставите перед собой, как депутат, Советы депутатов? Ну, продолжать работать так, чтобы люди приходили, чтобы их надежды действительно оправдывать, чтобы уметь помочь, а помогать, ну, мне кажется, становится всё труднее и труднее. Вопросы какие-то возникают всё более глобальные, что ли. А потом, мне кажется, вот в начале своей деятельности, как депутата, и вопросы были более приземлённые. Приземлённые, да. То есть они больше, может быть, быта касались. А сейчас вот правда могут прийти с каким-то грандиозным проектом, даже дворовым. Понимаете, вот активизировались жители, и это очень приятно, когда они приходят, и они не просто пришли там, действительно, правда, там раньше лавочку поставить, а теперь ведь поставить комплекс целый, да, комплекс с благоустройством. И более того, они не просто требуют, они готовы сделать это сами. Вы просто помогите нам, подскажите, но мы готовы и выйти, и посадить деревья, и разбить клумбы. То есть просят, наверное, какого-то финансового участия и содействия, да? Да, и содействия, ведь документы их тоже никто не отменял, да? То есть вот и юридическая какая-то помощь бывает необходима. Наталья Геннадьевна, можно ли сейчас сказать, что Совет депутатов – это единая команда, и что вы все друг друга поддерживаете и сообща решаете вопросы? Либо всё-таки каждый депутат больше радеет за свой округ отдельно? Ну, то, что Совет депутатов – это единая команда, это правда. И иногда в решении вопросов приходится обращаться не только к коллегам по своему округу, да, а к коллегам из других округов, и они всегда оказывают эту помощь. Любая ли помощь оказывается по звонку? Либо порой приходится идти куда-то в кабинеты власти и обозначать тот вопрос, который волнует ваших избирателей? Мне, наверное, везёт. Мне помогают и по звонку достаточно, да. То есть настолько сейчас уже велик круг общения, да, и вас знают и готовы вам идти навстречу, что помощь приходит своевременно? Я думаю, да. Это здорово. Вот даже сейчас с пристройкой очень много вопросов возникло. И организационных, и вход пришлось нам переносить в школу. Никто не отказал. Вот к кому бы я ни обращалась, это и депутаты, и администрация, никто не отказал. Все помогают в очень быстрые сроки. Потому что понимают, что это дети, что учебный процесс уже идёт, и параллельно, и безопасность детей, и удобство и для детей, и для родителей. Это очень важно, потому что пристройка – это хорошо. Строительство идёт. Но она необходима вам, я так понимаю. Она необходима, да, она необходима. Но учебный процесс, он тоже продолжается. Поэтому мы ни в коем случае никак не должны условия детей ущемить или испортить, что ли, не знаю. В этой пристройке классы будут дополнительные? Там будет 8 современных классов для начальной школы. Там будет новая, большая, на 450 мест столовая с обеденным залом. Там будет спортивный зал для ЛФК. Ну, некоторую реконструкцию мы и в старом помещении произведём в связи вот с переносом. Поэтому ждём с нетерпением, конечно, окончания этой стройки. Когда она будет открыта, эта пристройка? В 2020 году должны. Ну, то есть совсем чуть-чуть осталось. Ну, ещё начать и закончить, да. Наталья Геннадьевна, ну, наша программа уже практически завершена. И я не могу не задать свой последний вопрос. Вот тогда, когда вы устаёте, потому что я уверена, что вы устаёте, решая множество задач каждый день, что даёт вам силы? Что даёт силы прекрасно выглядеть, вот улыбаться, чтобы глаза вот блестели так, как сейчас? Я восхищена вами. Спасибо. Ну, это семья, конечно. Это семья и моя работа. Потому что дети – это батарейка. Я не имею права зайти в школу с плохим настроением. Что бы, где бы ни происходило, что бы ни болело. Я не имею на это права. Ну, это моё такое убеждение. Дети должны, мне кажется, они привыкли, что я всегда улыбаюсь. Так другое. Да, если вдруг, если вдруг, я, знаете, такая, буквально вчера, я просто шла в мыслях своих. Не то, что я там огорчённая была, а просто в мыслях шла. И тут за рукав. И дети сразу, а что случилось, Наталья Геннадьевна? Да нет, всё хорошо. То есть вернулась в реальность. Улыбнулась и пошла дальше. Улыбнулась и пошла дальше. Маленькие, когда бегут, тебя обнимают. Ну, это здорово. Я, вот знаете, однажды только, однажды мне задал старшеклассник вопрос. И я немножко даже расстроилась. И мне так как-то даже стало немножко обидно. Он спросил, Наталья Геннадьевна, кем вы хотели быть? И знаете, вот с таким подвопросом, что вот что-то у вас не получилось в жизни, да? И вы вдруг вот стали учителем. А я сколько себя помню, вот прям с маленького, с маленького возраста, я всегда мечтала быть учителем. А депутатом мечтали быть? Даже никогда не предполагала. Никогда не предполагала, что я стану депутатом. А вот так вот сложилось. А вот так сложилось, да. И я очень благодарна и людям, которые меня поддерживают и поддерживали. Потому что это хороший опыт, и это хорошая возможность помогать людям. Наталья Геннадьевна, я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время в своем плотном графике и пришли в эту студию. Я от души хочу пожелать вам оставаться всегда такой же цветущей, прекрасной, позитивной и решать все депутатские вопросы. Ну и в школе тоже оставаться, конечно же, с самой надежной защитой и опорой для своих кадетов. Спасибо. Я напомню, в студии «Открытого диалога» была депутат Совета депутатов городского округа Люберце Наталья Скисова. До встречи на канале ЛРТ. ЛРТ 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 Редактор субтитров А.Семкин